Омар Ромай В реале «Девушка по имени Судьба», а также Луису Кулиок, авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис. В главных ролях «Вивиана Саконе», «Норберто Диас», «Роберто Ибанес», «Хуан Витали», «Сесилия Мореска», «Альфредо Иглесиас», «Ноеми Морелли» и другие. В фильме также снималась Верхиния Лаго, художник-постановщик Рубен Греко. Музыка «Сергио Вильяра» и «Марселла Альвареса». Музыка «Сергио Вильяра» Музыка «Сергио Вильяра» и «Марселла Альвареса» Режиссер Хорхе Монтерро Твоя дочь невероятно счастлива с того времени, как узнала, что дело в августе разрешилось. Гонсало? Гонсало! Некоторые люди совершенно ненормальные. Один аристократ гринго позволяет себе рассуждать о гаучи и пампасах. Какой самонадеянный болван. Верно. Покажи мне. Простите, хозяин. Приехал депутат Байгория. Хорошо, пригласи его. Слушаюсь. Как бы там ни было, но стиль его письма прекрасен. Если есть неточности, надо простить ему, ведь он иностранец. Если бы я хорошо не знал этих скотов, я бы ему поверил. Разрешите? О, дорогой Байгория, рад вас видеть. Я рад вдвойне, я всегда радость прийти в этот дом. Сеньора? Устраивайтесь поудобнее. Если позволите, я вас оставлю. У женщины всегда много дел по дому. Извините. Всего наилучшего. Совенять ему у вас много времени. Благодарю. Чему обязан? В удовольствии увидеть вас что-нибудь новое для меня? Да, есть одна интересная новость. Группа молодых людей, исполненных священных принципов Бога, Родины и семьи, создали общество, названное Справедливость и Честь. Губернатор лично оказывает ему свое высокое покровительство, так как это общество намерено способствовать распространению самых важных и высоких принципов нашего справедливого дела. А при чем здесь я? Очень, очень даже при чем, уважаемый сеньор Линч. Эти молодые люди предлагают вас в качестве руководителя. Что вы об этом думаете? Ради это не способствовало бы самым наилучшим образом вашей политической карьере. А, пожалуй, это интересно. Да, да, да. Для меня это неожиданная новость. И откровенно она наполняет меня гордостью. То есть вы примете предложение? Естественно. Я попрошу дать мне несколько дней, чтобы подумать и познакомиться с этими молодыми людьми. Я дам вам ответ как можно скорее. Прекрасно. А сейчас позвольте откланяться и передайте сеньоре чувство моего глубочайшего уважения. Благодарю вас. Но не скрою, меня удивляет вся эта спешка. Я с удовольствием бы остался, но должен навестить мою племянницу. Ее отец уехал в Европу и просил меня помочь ей, а также газете. Ну что ж, поскольку вы там будете, передайте, пожалуйста, одно мое замечание по поводу статьи о сельской жизни. По-моему, они не дают представления о наших пампасах. И это, мне кажется, не совсем соответствует нашим идеям, которые мы стараемся распространять. Почему бы нам не пойти к ней вместе, сеньор Ильич? Так значит, вы и есть тот знаменитый князь Арчибальд Делакрус? Собственной персоной. Для меня большая честь принимать вас в своем доме. Вы не представляете, как я ценю вашу работу. Польщен и надеюсь, что не разочаровал вас. Почему вы должны разочаровать меня? Потому что этот человек не соответствует образу, созданному вами. Человек вполне на уровне своих творений. И я счастлива, что мне удалось его лично увидеть. Мне жаль. Я совершенно убит. Это не высокомерие, честное слово, нет. Дело в том, что я люблю одиночество и редко бываю на людях. Да, да, я знаю. Однако, сейчас вы здесь. Я нарушила ваше уединение и хочу, чтобы вы знали, что я вознаграждена по заслугам. И горда тем, что мне это удалось. Извините, я забыла. Простите меня, я так взволнована, что забыла представиться. Я Синтия Фальконе. И я счастлива, что вы посетили мой дом. Я тоже счастлив, сеньорита. Синтия. С этой минуты только Синтия. Он, как сумасшедший, продолжает кричать, что ничего не знает. И это при том, что начальник полиции умеет вести допросы. Но ваш брат молчит. А почему нет? А почему нет? Слушай, я тебе хорошо заплачу. Ты знаешь, мне тут был далеко не отдых. Я не хотел бы наживать новые неприятности с законом. Ничего тебе не будет, все очень просто. Слушай, все, что ты должен будешь сделать, это отнести письмо в пансион, передать его директору. Вот и все, и ничего сложного. Да, сначала все так говорят, а потом неприятности. Слушай, я тебя убью. Подожди. Ну, пожалуйста, помоги мне. Ты должен мне помочь. Но, предупреждаю, чуть что не так, я сматываюсь, а деньги не верну. Понял меня? Хорошо, хорошо. Видать письмо сразу же, как выйдешь отсюда. К вам посетитель. Мелагрос. Мелагрос, а отец не пришел? Выходи быстро. Мелагрос. Мелагрос. Я рекомендовал его отцу, чтобы он дал ему работу в цирке. В цирке всегда много работы. Помоги мне. Ты дал ему денег, я видела. Ну да, этому человеку негде преклонить голову. Думаешь, папа найдет ему работу в цирке? Понятия не имею. Он помогает всем, кто в этом нуждается. Поэтому странно, что он еще не пришел. Перестанешь, наконец, говорить о папе. Ладно, ладно, не злись. Ты поговоришь со следователем? Я уже говорила с ним и сказала все, что надо. Он и тебе не верит. Он прекрасно знает, что случилось. Если ты пришла не для того, чтобы освободить меня, то зачем? Чтобы посмотреть, как ты тут. И чтобы повидаться. Да. А как же сегодняшнее вечернее представление? Мелагрос, папа страшно разозлиться. Я решила поехать в Санта-Марию. Я буду искать Катриэля. Катриэля? Кто это, Катриэль? Ты не помнишь его? Ну что ж, хорошо, Синтия. Хочу передать вам мои последние статьи и поблагодарить за оказанный мне прием. Не говорите мне, что вы уже меня покидаете. Синтия, вы хотели познакомиться со мной, и вы это сделали. Вы хотели получить мои заметки из моих рук и получили. Вот они. А сейчас, пожалуй, лучше, чтобы я... Нет, нет, нет. Я не позволю вам уйти. Нам надо о многом поговорить. Нам с вами. Не каждый день встречаешь такого выдающегося человека, как вы. И ничто мне не помешает воспользоваться случаем и послушать вас. Расскажите о вашей жизни. Ну, хотя бы для начала... Думаю, вам лучше было прочесть мои воспоминания. Нет, нет, нет. У меня не хватит терпения, князь. Хочу услышать от вас. Постарайтесь вспомнить наиболее интересные моменты в вашей жизни, а я тем временем распоряжусь об обеде. Прошу вас, не стоит. Я обеду. Но от кофе вы не откажетесь? Рюмку лифтлора? Или у вас есть более важные дела, чем провести несколько часов с вашей издательницей? Я уже сказал, нет, не помню этого Катриэля. Это ужасно, ничего не помнить. Или, может быть, ты думаешь, что мне доставляет удовольствие быть запертым здесь? Из-за того, только что не помню, что что-то сделал, да и вообще того, что не мог сделать. Это ужасно, это ужасно то, что ты говоришь. Я? Я убил Антонита? Выкрал Хонсита? Зачем? Зачем, Милагрос? Зачем? Я не знаю. Нет такой причины, чтобы оправдать все это. Ты ее не найдешь. Даже если к тебе вернется память. Помоги мне, Милагрос. Не дай мне умереть здесь в заперти. Антонита мертв. И никаких следов Хонсита. И виноват в этом ты, Аннибал. Может быть, и лучше для тебя, что ты ничего не помнишь. А сейчас я ухожу. Не оставляй меня. Не настаивай, Аннибал. Я иду искать Катриэля. Зачем? Зачем? Кто такой Катриэль? Это человек, которого я люблю и всегда буду любить. Я это уже поняла из ваших работ, а сейчас получила подтверждение. Вы прекрасно понимаете человеческие чувства и глубокую природу. Вы говорите о людях и земле, говорите об их страданиях, как будто вы их испытали сами. Так я чувствую. Так я чувствую. Остановитесь, пожалуйста. Спасибо, Домино. Не за что, сеньор. Добрый день, Эрнесто. Я с нетерпением ждала вас. Это делает меня счастливым. Сначала узнайте причину, а уж потом... Я открою вам один секрет. Это я сказала себе, когда только впервые прочла ваши работы. Вы все больше заинтриговываете меня. Надеюсь. Так, позвольте открыть вам мой секрет. Прошу вас. Я всегда мечтала читать вместе с вами некоторые из ваших чудесных рассказов. Я хотела услышать их из уст самого автора. Вы не возражаете? Вы знаете, я в вашем распоряжении. Я буду наслаждаться этим рядом с вами так же, как наслаждаюсь сейчас. Вы заставите меня краснеть, если не перестанете льстить мне. Я не перестану, пока вы не обратите на меня ваше внимание. Неужели во мне нет ничего, что бы вызывало... Нет, нет, конечно, есть. До такой степени, что даже писатель не может найти слов при виде вас. Вы поняли? Они старались оправдаться. Но соблазнить девушку, воспользовавшись доверием ее семье, это совершенно непростительно. Совершенно непростительно. Я с вами согласен. Он совершил нечто достойное морального человека и сделал невыносимым отношение между мной и дочерью. Уверяю вас. У меня нет иных причин упрекать вашего сына. Но то, что он сделал, не может найти никакого оправдания. Синьор Виктория. Вы позволите мне хоть как-то попытаться защитить его? Или этот юноша уже окончательно осужден вами? Говорите, что хотите. Вы все равно не сможете оправдать его поведение. Имейте в виду, что то, что случилось в имении, могло ослабить узы, которые... Ну уж нет, пожалуйста. Это не может иметь никакого отношения. Я думаю иначе. Они уже давно тянутся друг к другу и исключительные обстоятельства, в которых они оказались. Они молоды, а опасность возбуждает. Так что молодые люди в их положении, конечно, тянутся друг к другу. Прошу вас. Вы способны придумать все, что угодно, лишь бы оправдать этих легкомысленных молодых людей. Поймите, это мой долг, Марьяна, мой сын. А Камила моя дочь. Камила! Тетя сказала, что ты уезжаешь. Тебя мне будет очень не хватать. Мне тебя тоже, Камила. Но, наверное, так будет лучше. Быть вдалеке друг от друга не может быть лучше. Как только приеду в Санта-Марию, я поговорю с твоей матерью и с господином Линч. Верь мне, все будет хорошо. Вот увидишь. Только сейчас... Только сейчас мы вынуждены терпеть эту ужасную несправедливость. У меня разрывается сердце. Мы должны так поступать. А сейчас я хочу долго-долго... ...смотреть на тебя... ...чтобы запечатлеть твой облик, чтобы мечтать о тебе в дороге. Верьте, Марьяна человек чести. Он исправит то, что-то произошло. Но он не излечит нанесенную мне рану. Не избавит мою дочь от некоторых проблем. Проблемы, конечно, будут забыты в течение нескольких дней. Я в этом не уверена. Во всяком случае, я поговорю с ним, как только он вернется. Я не сомневаюсь, что у него были честные намерения. Да, это Бог. Я желаю вам, Эрнесто. Достойный человек доказывает это своим поведением. Вам ни в чем будет упрекнуть ни меня, ни моего сына. Уверяю вас. Хорошо. Поверю вам. Не будем больше об этом. Ну разве в крайнем случае? Как прикажете? Закончим разговор улыбкой? Бывают обстоятельства, когда трудно. Может быть, вы сердитесь? Нет. Почему я должна на вас сердиться? За всей этой историей? Нет. Вы обещали поговорить с ним. От вас я не могу ожидать большего. Почему же вы не улыбнетесь в подтверждении ваших слов? Сейчас у меня не то настроение. Хорошо. Раз уж вы не можете улыбнуться, почему бы вам не предложить мне бокал вина? Потому что все, что надо было мне вам сказать, уже сказано. И в отсутствие Гонсала... Гонсала нет дома? Нет. Он ушел с депутатом Байгория. И если вы хотите увидеть его, то должны будете вернуться попозже. Я не хочу возвращаться. Что вы имеете в виду? Я подожду его здесь. Очень хорошо. Как хотите, Эрнесто. Но вам придется поскучать. Уверяю, это абсолютно исключено. Кто может скучать, оставаясь рядом, со столь обворожительной дамой? Никто? Эрнесто, я думаю, вы путаете меня с кем-то другим. Уверяю вас, что нет. Я прекрасно знаю, что вы, Виктория, подлинная жемчужина семьи Алла Сабль. Какой прекрасный день. Мне хотелось бы выйти, чтобы насладиться свежим воздухом. Конечно, тетя, вам нужны воздух и солнце. Почему бы не провести день в саду? Нельзя, девочка. Мы должны ехать. Я уже сказала, чтобы собирали вещи, готовили экипаж. Как только все будет готово, мы должны уезжать. Но почему такая спешка? Надо спешить. Предстоит еще много чего сделать. И в первую очередь рассчитаться с прошлым твоей матери. Мои девочки очень красивые и крепкие. И стоят того, что я за них прошу. Твои претензии просто-напросто невероятны. Как всегда, впрочем. Эти девочки даже не умеют готовить. Но я бы давал тебе, сколько ты просишь. Если ты пришлешь хотя бы одну... Толковую. А сейчас я должен идти, вечером вернусь. Не забудь, хотя бы одна должна быть. В моем вкусе. Ты хочешь чего-то особенного, капитан? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А тебе чего надо? А ты думаешь, почему я сюда пришел? Ты местный? Да. Ты живешь здесь? Здесь, поблизости. Можно тебя попросить? Конечно. Ты отдай, пожалуйста, эту записку бородатой женщине из цирка. Хорошо? Только ей и никому больше. Договорились? Спасибо. Держи. Тебе сегодня не повезло. У меня важные дела. Наше заведение закрыто, дорогуша. Поставь свой шарабан перед таверной Гринго, увидишь, какие там конфетки. Эту чепуху рассказывай другому. В этой грязной канаве у самой молодой, которую мне предложат, уже давно выпали зубы. Для тебя же лучше. Не укусит, по крайней мере. Ну так давай же сюда быстро, женщина. Я же сказала тебе, убирайся. Все девочки заняты, ясно? У меня важное дело, и мне некогда тут с тобой трепаться. Ну, по правде, мне тоже ничего не нужно. Может быть, дашь стаканчик водочки? Погреть брюхо. Пожалуйста. Да. Но потом уноси поскорее ноги, если не хочешь, чтобы тебе их повыдергивали. Спасибо, хорошо. Вы говорили, что ваша мать неаполитанка. А мой отец испанец. Это чувствуется по стилю вашего письма. Чувствуется латинская кровь. Да, она очень отличается от вашей. Поэтому и притягивает. Простите, сеньорита, да. Приехал ваш дядя, и с ним сеньор Гонсало. Я вижу, вы столь же импульсивны, как и ваш крестник. Ошибаетесь. Я говорил с Гонсало о моих чувствах к вам. Уже говорили? Не верю. Он мне ничего не сказал. И я знаю, почему. Почему же? А вы не догадываетесь? Он ревнует вас. Что вы такое говорите? Если бы это зависело от него, никто бы не посмел приблизиться и близко к его невестке. Не смешите. Гонсало ревнует меня? Это забавно. Вы становитесь все более и более красивой, Синтия. А вы лгунишкой. Прости, Синтия, я не думал, что ты занята. Мы можем прийти в другой раз, если тебе угодно. Нет, дядя, пожалуйста, проходите. Имею честь представить. Князь Делакрус. Мой дядя, доктор Байгоря. Очень приятно. Синьор Гонсало Линч, один из выдающихся наших сограждан. Князь Делакрус. Мне кажется странным, что Гонсало не предупредил о вашем возвращении. Не только странным, но и непростительным. Извините, я только что вернулась. Именно поэтому я должен был быть первым, кому это стало известно. В следующий раз предупреждайте меня, когда шутите. А то вы меня почти испугали. В последнее время вы очень внимательны ко мне. Можно узнать, почему. Спросите у вашего Шурина. У него всегда есть ответы на все вопросы. Венеция поразила его с первой минуты. Папа говорит, что синьор Линч. Синьор Линч. Вам действительно уже надоели мои семейные рассказы? Нет, нет, совершенно нет. Только я думал, что знаю, кто вы. Позже сделай так, чтобы Катриэль не был разоблачен. Может быть, мы где-нибудь встречались с вами во время какой-нибудь поездки, но должен признать, что не помню. Нет, нет, я не хотел сказать, что знаю вас лично. Я имел в виду, что знаю, кто вы, что читал ваши рассказы. Разве вы не автор? Да, это именно он. Какое поразительное совпадение. Представьте себе, буквально несколько минут назад я говорил одному моему другу, что хотел бы побеседовать именно с вами. Вы не очень осторожны в отношении меня. Вам нужно держаться подальше. Я вам уже говорил. В нем играет простая ревность. Я склонна думать, что истинная причина заключается в том, что он вас знает слишком хорошо. Не очень ли вы жестоки со мной? Почему вы это говорите? Потому что вы превозносите Гонсала как какого-нибудь святого. И теперь уже я начинаю ревновать. Эрнесто, сегодня вы как никогда остроумны. Мне доставляет это удовольствие. Уже давно на вашем прекрасном лице должна была бы появиться улыбка. Если хотите заставить меня улыбнуться, это одно. Но вы, по-моему, просто хотите заставить меня покраснеть. Я многого хочу, Виктория. Но, боюсь, не все вам понравится. Ну, хотя бы. Ну, хотя бы. Мы можем начать с чашки кофе. Продолжить рюмкой ликера. Закончить прогулкой и... И стихами. Романтическими стихами. Мы говорим сейчас не о поэзии, а о политической идеологии. Эти вещи совершенно различные, сеньор Линч. Именно поэтому я и считаю, что выдающиеся литературные способности должны быть поставлены на службу дела. Я мог бы согласиться с вами, если вы докажете, что дело, о котором вы говорите, действительно наше общее дело. Это дело лучших из нас, и это делает его справедливым. Все зависит от того, кто эти лучшие. Давайте не превращать эту беседу на литературные темы в политическую дискуссию. Сеньор Линч, вы пугаете князя. А? Если бы вы знали, как было трудно вытянуть его из замка уединения. Сеньор Линч вовсе не пугает меня. Мне нравится его диалектический подход. Дорогой князь, хотя я и вижу, что совершенно невозможно убедить вас, должен признаться, что для меня большая честь познакомиться с человеком, который с такой твердостью отстаивает свои убеждения. А вы человек, который умеет выслушать мнения, отличающиеся от его собственного, что бывает редко. Между такими людьми, как мы с вами, не может быть иначе. Я буду вашим вечным должником, поскольку вы познакомили меня с таким человеком. Я давно не испытывал такого удовольствия от беседы, подобной этой. В таком случае я пришлю вам счет. Моя племянница всегда напоминает, что она деловая женщина. Ну так назовите сумму, я заплачу с радостью. Мне довольно будет одного лишь ужина. Я давно уже не имела удовольствия общаться с вашей семьей. Тогда решено. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше присутствие на вечере и, конечно, вашей супруге. Простите, вы женаты? Ах, простите, вы не женаты? Нет. Видимо, князь до сих пор не встретил женщины, достойной его. Сеньор, простите меня, я хотела бы... А, вот и белокруй ангел, который полетел утешить несчастного. Но, мне кажется, я видел вас в тюрьме только что. Да. Я не знал, что вы там работаете. Нет, нет, вы не должны смущаться этим. Я вовсе не смущаюсь, милая блондиночка. Кто бы смутился, увидев такой лаковый кусочек, как ты. Сеньор, я хотела бы только попросить... Замолчи, милашка. Отпустите меня. Не ори, лучше поцелуй меня. Пожалуйста, я хочу с вами поговорить. Да не о чем нам говорить. Я не та, за кого вы меня принимаете. Я уже много лет не имел женщины, а сейчас ты у меня в руках. Что ж, я должен отказаться? Оставьте меня, слышите? Отказаться из-за твоей неустручивости. Я не та, за кого вы меня принимаете. Не бойся, я не сделаю тебе больно. Я хочу, чтобы ты сошла с ума от удовольствия. Кофе мы выпили, ликер вот он. Таким образом, мы исполнили два ваших желания. А остальные? О них лучше забыть. Не стоит мне гулять с вами одной. И я не скромная к переживанию, о чем пишут в поэмах. Я тоже. Но никогда не поздно начать. Знаете, Эрнесто, когда позади жизни полная трудности и горечи, то поздно. Не говорите так. Я говорю так, потому что это правда. Каждый раз, когда я вижу мою дочь, я понимаю, что поздно. И говорю себе, сейчас ее время, а тебе уже поздно быть счастливой. Позвольте доказать вам, что вы ошибаетесь. Каким образом? Поэтическими сказками, в которые мы с вами не верим. Прогулками, которые никуда не приведут. Нет, Эрнесто, ни кофе, ни ликер, ни стихии, ни прогулки. Ничто не вернет нам молодости. Или заставить нас забыть о долге. Мне хотелось бы, чтобы вы забыли о вашем прошлом. Мам, не приближайтесь ко мне. Смотри, если не прекратишь глупости, я потеряю терпение и тебе будет плохо. Не приближайтесь. Или я закричу, слышите? Конечно, закричишь, но от удовольствия, когда я возьму тебя. Перестаньте. Вот так-то лучше. Тихо и спокойно. Мы с тобой развлечемся всем на удивление. Дорогая моя. Ах ты стерва! Что здесь происходит? Что ж, я должен вас покинуть. Дорогой князь, я тоже уезжаю и могу проводить вас куда вам угодно. Вы могли бы продлить столь приятную беседу. Благодарю вас, сеньор Линч. Но я придерживаюсь старинной сельской привычки. Я люблю ходить пешком. С вашего разрешения. Я провожу вас. Простите. Оставьте меня. Оставь ее, скотина. Так-то ты благодаришь меня за стаканчик водки, что я дала тебе из жалости. Обижай девушку в моем доме. Убирайся, сматывайся, пока я не позвала полицию. Грязный пьяница. Сказала тебе, убирайся. А ты, красавица, сядь. И выпей что-нибудь. Испуг пройдет. Садись, садись. Я же тебя не съем. Спасибо, сеньора. Не за что благодарить меня. Женщины должны помогать друг другу. Росаура. Что такое? Милагрос. Она исчезла. Ну, успокоилась? Спасибо, сеньора. Большое вам спасибо. Я уже сказала, не за что. Я должна защищать своих девочек. А сейчас, почему бы тебе не пойти туда и не принять ванну? А я подыщу одежду, чтобы тебе приодеться. Нет, нет. Благодарю вас, не нужно. Я должна идти. Идти? Куда идти? Мне кажется, ты ничего не поняла, куколка. Отсюда ты никуда не уйдешь. У меня кое-что есть для такой девочки. КОНЕЦ 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 На русский язык фильм озвучивали актёры Людмила Иванова, Ирина Маликова, Александр Лущик, Борис Клюев, режиссёр Надежда Ерёмина, звукорежиссёр Владимир Захаров, инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий, перевод Валерия Нижника, директор Лариса Элксниц. Сериал озвучен студией «Наследие» по заказу общественного российского телевидения. «Наследие» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok